В День знаний улица Багаева на несколько часов превратилась в улицу читающих людей. Сотрудники Градской библиотеки имени Горелина предложили всем прохожим принять участие в мастер-классах или разгадать книжные загадки. У стенда криптограмма желающие могут отсканировать любой кваркод и ответить на литературный вопрос. Загадки идут, например, о ком-книга, либо о писателях, либо о поэте. Какой-то один однозначный факт о нем. То есть вы должны угадать. Выбирайте криптограмму, пожалуйста. Какая вам больше нравится? Давайте вот эту. Поэт, его бессмертный гений над всем сияет с высоты. И свет его произведений мне дарит дивные мечты. Чье это произведение? Наверное, Александра Сергеевича Пушкина. Правильно. Пожалуйста, вам подарок. Были и не литературные секции. Здесь в педагоге Дома детского творчества номер 3 проводили мастер-классы по прикладному творчеству для детей и взрослых. Ребята учились самостоятельно делать подарочные открытки. В умелых руках картон, ленточки и клей-карандаш превращаются в настоящее произведение искусства. За другим столом обучали художественному вышиванию. За несколько минут из кусочка ткани и ленты можно смастерить симпатичную розочку. Делается очень просто, не сложно, просто требуется внимания. Начинаем мы заниматься с ребячишками где-то даже с первого класса. И у них все очень хорошо получается. Сначала после таких розочек, когда они научатся резать, уже мы целые цветочные композиции делаем. Привлечь молодежь в библиотеку и привить любовь к чтению – задача не из легких. Библиотека имени Горелина уверенно идет к этой цели, создавая такое пространство, в котором не просто удобно взять книгу, но и приятно провести время. Мы стараемся использовать такие методы, которые были интересны, актуальны и полезны для наших читателей, потенциальных наших читателей. Потому что, как вы видели на улице, каждый из тех, кто проходит по этой улице, становится, по сути, нашим потенциальным читателем. Улица читающих людей не ограничилась одними мастер-классами. Читальные залы превратились в сцену для выступлений. О том, как важно читать книги, рассказал ребятам танцор оригинального жанра «Фараденс». Благодаря номеру я смог именно объяснить детям, что нужно читать книги, потому что в книгах именно та самая информация, которая может вам пригодиться в жизни. На несколько минут ребята перенеслись в мир Льюиса Кэрролла. Авторы «Алисы в стране чудес» молодые актеры инсценировали сказочное чаепитие. Разнообразная программа собрала несколько десятков школьников и их родителей. Многие пообещали вернуться в библиотеку уже в качестве читателей. Максим Серебряков, Анатолий Лодинов, РТВ Иваново.